Я здесь по просьбе Авроры Я сейчас занят Сегодня день встреч Да, семейные посиделки Это срочно Ты меня подождешь? Да Что опять случилось? Ты глазам своим не поверишь Идем покажу Франко? 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 Лайза? Спасибо за приглашение Это деловой визит, не обольщайся Это нормально, что я у вас в гостях? Это нормально, для моей личной ассистентки Верно, держите Спасибо Меня прислала меч Ты вся в маму Да? Я ее не помню А я да Она была девушкой Гастона Как и ты Кстати, где твой отец? Я ничего о нем не знаю Да? Ну, обычное дело Что это? Она не в курсе? В курсе чего? Теперь мы повязаны с этого дня Я личная помощница Франко И Гастона Нет, нет Большое спасибо за честь Но это выше моих сил Босс, не играйте Вас не предупредили, что я буду жить в этом доме? Что? Господи Гастон Скажи, что это неправда Нет, синьорита жапа Это чистая правда Как меня назвали? Это не важно Папа, это предательство Я нанял новую секретаршу, чтобы облегчить тебе работу Франко Альберти не бросит в беде своего сына Тебе лучше помолчать Папа, я ни с кем не хочу ссориться Не хочу терять Марию Пию А эта девица превратит наш дом в ад Гастон ясновидящий Зачем тебе ссориться с Марией Пией? Она тебе не невеста Она тебе не невеста? Она тебя использует Я никого не использую Отныне Мария Пия моя законная невеста А твой папа сказал, что это не так? Нет так Ты хочешь быть моей невестой? Хочу Вот и договорились Так вас можно поздравить? Можно А ты помолчи Папа, у меня к тебе разговор Очень серьезный Ты назвала меня жабой? Жаба очаровательная, земноводная Но рожицы похожи на тебя Уходи Не могу Занято Ты просто обязан уйти Я останусь здесь Мы можем обсуждать это до скончания века Но отсюда не двинусь Поговорили? Нет Тебе сколько лет? Тридцать пять? Заткнись Тридцать четыре и одиннадцать месяцев Я угадала? Чтобы ты знала У меня еще далеко до тридцати Нет Тогда откуда столько морщин? По прическе я молчу Это образец дурно вкусия Но откуда взялись морщины? От тяжелой работы? У меня нет нужды работать Да Жаба Уродина Тупица и сидержанка Шикарный набор Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дома, Дорога, Дорога Дома, Дорога, Дорога Дорога, Дорога Детка, Я слишком мудр, чтобы поддаться на уловку вроде, разделяй и властвуй Вы крепкий орешек Это точно Но это не уловка, а нужда Вы себе не представляете, как тяжело заснуть когда в животе урчит от голода Я попробую что-нибудь для тебя сделать, позвони мне завтра Мне нужна работа. Постараюсь убедить Гастона. Это как раз то, что нужно Гастону. Вас ищет Франко. Дорогой, ты душка. Я тебя обожаю. Нет, нет. Что? Ты будешь здесь жить? Вы сами этого хотели. Поначалу я ответил вам отказом, но доня Аврора убедила меня, что мне пора найти свое место в жизни. И это мое место. Конечно. Рядом с папой и мамой. Надо поговорить. Да, ко мне стоит очередь с разговорами. Марио, я хочу сказать, что это дом твоего отца, но не твоей мамы. Она здесь живет. Нет, твоя мама здесь работает, а живу здесь я со своей женой, то есть твоей мачехой. Мачехой? Да ты на себя посмотри. Наконец-то ты вместе со мной. Что это? Что это значит, Гастон? Но-но любит Си-Си. Я ее придушу, когда поймаю. Да, меня удивил твой звонок. Мы сто лет не виделись. Но не страдали от этого. Я сразу хочу договориться. Это чисто дружеская встреча. Не только. Прости, но мне нужна твоя помощь. В чем? Исабель достает меня звонками. Я уже устал от нее бегать. И мне не нужны проблемы с Франком. Честно говоря, Исабель мне порядком надоела. Не тебе одному. Я попробую что-нибудь сделать, но не обещаю. Ну, спасибо и на этом. Ты скоро станешь папой? Так. Уже все знают? Да, так получилось. Я счастлив. Я рада. Теперь у тебя есть семья. Ну, пока еще нет. У меня будет ребенок, а не семья. Вот и ты встречалась с Романом? Я жду ответа. Мне нечего сказать. Его видели в твоей закусочной. Ты потеряла надежду завоевать его любовь, и хочешь привязать его к себе ребенком. Это ты начала тайно гулять с ним за моей спиной. Он полюбил меня. Нет. Он никогда тебя не любил и никогда не полюбит. Ты спешишь под крылышко Авроры. Мы останемся здесь, пока ты не поклянешься, что избавишься от ребенка. Ты окончательно спятила. Ты хочешь украсть моего парня? Как украла папу. Ты убийца. Замолчи. Ты жалкая завистница. Ката! Стой! Спасибо. Хватит реветь. Я так растрогана. Мой сынок будет здесь жить. Да. Но не обольщайся. Я признаю Марио, дам свою фамилию, и как всякий Альберти, он будет жить в достатке, как король. Он славный мальчик, добрый. Я его обожаю. Да, да. А теперь послушай меня. Ты был точно таким же в его возрасте. У него твои волосы. Ты заметил? Лишь бы он не оказался болтуном вроде тебя. Что ты хотел сказать? Он не сможет жить в этом доме. Убеди его остаться в пансионе. Нет, Франко. И не подумай. Он твой сын. И имеет те же права, что и прочие дети. Заруби себе на носу. Что? Привет. Привет. А мы как раз о тебе говорим. Это правда, что она попала под машину? Ничего страшного. Она отделалась в пары синяков. Слава Богу. Что такое? Ребенок. Он умер. Как она? Под наркозом. Я не смогу ей сказать. Пожалуйста, не заставляйте меня. Я созвал вас всех, чтобы официально сообщить о том, что все и так знают. Познакомьтесь с Марио, братом Гастона и Мече. Моим младшим сыном. Ну, в общем, я знаю, что для вас это неожиданность. Нет. Я не хотел вас расстраивать. Ну, не болтай ерунды. Брат. Меня впервые назвали братом. Кстати, у тебя есть сестра. Так что привыкай. Пустой Мече. Пора расставить все по местам. Я дико извиняюсь. Одну секундочку. Скоро я выставляю свою кандидатуру в депутаты Конгресса. И я вас очень прошу, давайте объединимся и объединим наши усилия. Я не стану голосовать за такого отца семейства. И не думай завтра выйти на работу. Давно ты пришла? Давно. Друзья нужны для того, чтобы навещать нас в больнице. Вчера ты, сегодня я. Тебе уже доложили? Как это было? Я не помню. Да. Ты попала под машину. В следующий раз смотри по сторонам, а то получишь. Нельзя же так. Я в ответе не только за себя, но и за ребенка. Представляешь, как он испугался? Говорят, что дети чувствуют, когда матери страшно. Прости меня. Я тебя люблю. Ката. Что? Я... Должна тебе сказать... Я знаю. Ты подаришь мне блестящую куртку, видную издалека. И это тоже. Я буду осторожной. Ради малыша. Я вызвала гинеколога, чтобы убедиться, что все хорошо. Что мой маленький не пострадал. Ката. Не... Что не? Я собиралась тебе сообщить... Что... Твой ребенок... Я сегодня приглядела очаровательные пинетки с кружевами. Это был бы хороший подарок от любимой тети Сиси. Ты согласна быть крестной мамой, малышо? Послушай, Ката. Нет, я ненавижу тебя слушать, когда ты делаешь серьезное лицо. Это знак беды. Я не хочу. А еще я видела... Детскую площадку рядом с пансионом. Мы будем гулять там каждый день. Я раньше не замечала этих качелей. Лошадок, раскрашенных в разные цвета. А еще я осмотрела пару детских садов. Конечно, до трех лет они нам не нужны, но... Мне приятно представлять, что однажды мой малыш будет гулять там за барьерчиком. Уйди, Сиси, мы не хотим видеть твоих слез. Нам нужна веселая крестная. Сиди, Сиси. Дай мне. Нет. Нет. Мой малыш, мой малыш. Девушки отдыхают. Я не могу спокойно почитать газеты в моем доме. Предупреждаю, никаких безумных выходок. Я тебя не боюсь, а вот тебе стоит поберечься. Скоро я признаю моего сына и лишу тебя этой выигрышной карты. Я бы на твоем месте боялась истории про живую покойницу. Продолжай в том же духе и скоро превратишься в усопшую покойницу. Да вряд ли ты осмелишься причинить мне вред. Помни, Франко, с такой картой я стану весьма опасным покойником. Давай ближе к делу. Чего ты хочешь? Работу для моего Марио. Что тут смешного? Марио получит работу вовсе не из-за твоих угроз, а потому что он Альберти. Ясно? Спасибо, Франко. Не за что, Орлинда. Ты понял? Я не желаю видеть Сиси даже на фотографиях. И не вздумай вступать с ней в преступный сговор. Хорошо, я на твоей стороне. Ладно. Ну, как твои сердечные дела? Дела идут отлично. Моя жизнь входит в привычное русло. У меня есть дом, работа, машина. А где место для романтики? Реализм лучше. Дважды 24. Может, даже я скоро женюсь. Да? А что тут такого? Если свадьба – это выгодная сделка, почему ее не заключить? Что плохого в выгодной сделке? Вся жизнь – сплошная сделка. Не надо этого бояться. Сделка есть сделка. После такого спича остается лишь повеситься. Слушай, кем ты себя возомнил? Моей совестью? Нет, эта вакансия свободна. Бедная Ката. Ее уже выписали. Си-си скоро ее доставит. Ката едет домой? А что? Ты против? Нет. Ну, пусть она сначала поправится. Простите, Ката дома? Нет, но есть я. Привет. 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 Роман, Ката вчера попала под машину. Что? Только не волнуйся, она здорова. Вот только ребенок погиб. Роман! Роман! Вероника, все хорошо? Все хорошо замазано. Что, что, что? Она имеет право на сомнение. С какой стати? Все чеки, все счета в порядке. Если хотите, можете провести аудит. Разумеется, проведем. Но все расходы за ваш счет. Испугался? Тебе есть что скрывать? Еще одно слово, и тебе конец. Следующий вопрос. Купи себе акции, а потом угрожай. Лайза, рядом с тобой я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Марио, ничего у нас не выйдет. Франко прав, я твоя мачеха. Нет, моя мачеха Исабель. А ты для меня Лайза. Ничего у нас не выйдет. Все зависит от нас. Я не откажусь от тебя. Мы будем встречаться в тайне от всех. Мне ужасно страшно. Не бойся, не бойся. Я сумею тебя успокоить. Против страха нет средств. Есть. Какое? Давайте вести себя по-человечески. Пусть он уберется. Ему нечего тут делать. Я советник Вероники. Давайте договоримся об инвестициях. Сначала уйдет. Делайте, что хотите, но мы теряем время. А следовательно и деньги. Так мы будем запускать диск СС или нет? Будем, но сначала я должна убедиться, что меня не обворобывают. Пока мы занимаемся ерундой, конкуренты увезут у нас СС. Это ловкий аргумент, чтобы скрыть свои делишки. Помни, что врач запретил тебе волноваться и переутомляться. Ката. Прости меня. Я не хотела. Отойди. Такое не прощается. Ката. Наконец-то ты дома. Ката. Ката. Я был в больнице. Уйди. Почему? Уходи, Роман. Ребенка не будет. Не зачем притворяться. Слышь, ты? Собрание закончено. Ты думаешь, я обманываю Веронику? Да. Это ты вводишь ее в заблуждение, рискуя утопить наше общее дело. Да, ввожу. Если ты еще не забыл, я ее, между прочим, муж. Не пора ли его убрать? Нет. Он меня подозревает. Он опасен. И с каждым днем все хуже. Алло. Ты мне нужен. Да. Мне телефонный разговор. Да, с тобой встретится мой приятель. Согласен. Не предвкушай. Ты всего лишь отдашь приказ. Доктор сто раз повторил, что это нормально. Твоя депрессия объяснима. Да. Я словно осталась сиротой. Прости меня за банальность. Но у тебя будет целая куча любимых деток. Дело не в ребенке, а в сестре. И я потеряла ее. И Романа. Наш ребенок зачат в любви. Я до сих пор его люблю. Я потеряла жизнь будущего человека. Как поживает моя Ката? Нормально. Тебе пора на работу? Да. А ты побалуй Кату. Можешь не волноваться. Ну-ка. Иди ко мне. Рассказать тебе сказку. Какую? Добрую. Я приказал не пускать тебя. А Франко отменил приказ. Ты здесь больше не работаешь. Прости, но меня нанял хозяин цирка, а не клоун. Кто тут клоун? Кто? Ты уволена. Ты не можешь меня уволить. Ты меня не нанимал. Я тебя нанимаю. Нанимаю. А я увольняюсь, чтобы не работать с тупицей. Нет, нет, нет. Не ты увольняешься, а я тебя увольняю. Я ее выгнал, нам не нужна секретарша. Она не секретарша, а личная ассистентка. Если тебе нужен помощник, найди себе профессионал, мужчину. Чтобы ноги ее тут не было. Ты же она ненавистник? Выбирай, она или я. Наконец-то. Прости за опоздание, я еле проснулся. Перейдем к делу. С Франко-Альберти приятно иметь дела. О чем речь? О жизни и смерти. Чей? Убери его. Как можно скорее. Разве Бернардо Бераскони не друг Франко-Альберти? Да. Поэтому не надо его мучить. Что-нибудь быстренькое. Удавка на шею. Ну? Что, ну? Кого вы выбираете, его или меня? Ты со мной шутки шутишь? Я вас боготворила, а вы упали с пьедестала. Я думала, что ваше слово закон. Магастон вертит вами, как хочет. Меня со всех сторон поджимают проблемы. С моим новым сыном, с Вероникой, с женой. Понятное дело. С целым светом. А теперь еще и ты. Я этого не выдержу. Значит, вам и правда нужен хороший профессиональный ассистент, чтобы разгрузить вас от ваших проблем, уладить недоразумения и дать вам возможность успокоиться и наслаждаться жизнью. Да. В этом нет смысла. Но где мне взять такого человека? Марио, я так рада тебя видеть. Я тоже, мама. Не надо, я справлюсь. Прости, Марио, но здесь, в доме, тебе лучше не называть меня мамой. Особенно при людях. Но ты моя мама? Да, но так будет лучше для нас обоих. Что за чемоданы? Синьор Марио приехал, чтобы обустроиться в доме. В какую комнату его проводить? Изабель, хватит вопить. Я приеду, как только смогу. Дождись меня. Что такое? Марио приехал с вещами. Ты разрешил ему поселиться у нас? Нет, не разрешал. Он сам так решил. С тобой уже не считаются. Я слышал об этом минуту назад. Папа, поезжай и выгони его на улицу пинками. Спокойно. Марио имеет право там обосноваться. Нет у него такого права. Я получила дом в наследство от мамы. А Марио сын нищенки и неудачника. Что такое? Проблема с отцом. Не хочешь, не рассказывай. Ты еще здесь? Она со мной, а что? Только в гостях. Она тут не работает. Гастун, я придумала. Возьми меня в секретарше. Тебе? Да. Зачем тебе? Безответственной девчонке. Я собирался нанять мужчину, но для тебя сделаю исключение. Мечи, если твой брат предпочитает мальчиков девочкам, этим надо воспользоваться. Ты куда? В туалет. Я тебе завидую. Ты издеваешься? Чему тут завидовать? Я потеряла ребенка. Осталась одна. Ты не одна. Тебя все любят. Как ты этого добилась? Я ничего для этого не делала. Этому я и завидую. Тебя все любят просто так. Ката, только не прогоняй меня. Все хорошо? Отстань. Отстань. Зачем пришел этот сеньор? Этот сеньор Тобиас, твой ассистент. Простите, мы с вами нигде не встречались? Вас зовут Тобиас? Как письмо? Более-менее. У тебя медленный компьютер. Ничего страшного. Письмо понадобится через год. Ты успеешь? Да? Да-да. Гастон, папа расстарался и нанял для тебя нового ассистента. Тобиас. Очень приятно. Мария Пиа, идем, оторвись. Сейчас. Не переживай, я сам потом закончу. Смотри мне кофе. Ладно. Я пойду? Да, иди, иди. А насчет тебя? Сколько я должна за бритье? Бернардо меня знает. Его нелегко обмануть. Кстати, ты в курсе, что я выполнял для него работу? Как можно убить клиента? Такова жизнь. Одним клиентам меньше. Одним больше. За эти деньги я взорву его вместе с Рэмбо и Терминатором. Нет, Рэмбо пускай живет. Достаточно одного Бернардо. Продумай план. Все должно выглядеть как несчастный случай. Ты меня достала. У меня крыша едет. Прости, но крыша у тебя поехала лет сорок назад. Ты еще смеешься? Будет добра. Оставь меня в покое. Не лезь ты в мою жизнь. Ладно. Тобиус уйдет и больше не вернется. Кстати, твоя жаба ни о чем не догадалась. Ты уверена? Во-первых, я хорошая актриса. Во-вторых, твоя невеста слегка туповата. Интересно, о чем ты с ней болтаешь в постели? В постели нам не до этого. Да? Это глупый вопрос. От отсутствия опыта. Ты еще ребенок. Откуда тебе знать такие тонкости? Я тебе не ребенок. Нет? Нет. Поспорим? Давай. На что спорим? На ночь любви. Что? Да. Я докажу, что я не ребенок. И не сплю в памперсах. Я взрослая женщина. Сдаешься? Это шутка? Нет. Это парень. Ты не решишься заняться со мной любовью. Не зли меня. Ты сдаешься? Ладно. По рукам. Только ты первая запросишь пощады. Я заеду за тобой вечером. По рукам. Тобиас. Да. Твои усы. Почему ты все время появляешься и исчезаешь? Ты ждешь от меня похвалы? Ката выскочила на дорогу из-за тебя. Но я не хотела. Ты ненавидела нашего ребенка. Не уходи. Честное слово, я вовсе не с Люка. Пусти. И не смей ко мне приближаться. Ты убила моего ребенка. Из-за тебя я потерял Кату. Нет. Высший класс? Слишком холодный и сладкий. Ну, сойдет. Ты нанял нового ассистента? Тобиаса? Томаса? Да, но он не сможет работать в таком бешеном ритме. Он нам не подошел. Кстати, сегодня мой первый день на работе. Да. Это надо отметить. Ты придумала как? Да. Я предлагаю сегодня вечером сходить в кино. Нет, сегодня у меня важная встреча. Что может быть важнее, чем провести ночь со своей невестой? Что? Я дал слово. Приедут талантливые ребята из провинции. Их пригласили в клуб, куда мы с Лалой ходили в детстве. Лалой пообещал показать им достопримечательности, сходить на футбол. А ночью? А вот матч будет как раз ночью. Я переоделась, чтобы не засветиться. Что ты делаешь? Спасаю твоего брата. Вы очень похожи на одну девицу по имени Сеси. Она моя младшая сестра, а я чемпион по боксу. Так что не обижай ее. Ладно. Я хочу стать актрисой, поэтому примеряю на себя разные роли. Ясно. Это мы обсудим потом. Я тебя с утра, между прочим, ищу. Зачем? Тебя ждут для важной беседы. Так что переоденься. Мечо и Исабель требуют убрать Марио из дома. Я тоже хотел, но теперь я им покажу, кто в доме их. Хозяин. Правильно. А то я уже решил, что ты постарел и потерял хватку. Еще одно слово, и ты потеряешь челюсть. Скоро выборы. Дети меня поддержат. Все трое. Да, все. Только одного я все-таки проучу. Спасибо, ты свободен. Пока. Прости, но она моя начальница. Больше двух, говорим слух. Меня уже нет. А ты хорошенькая. Раньше я не замечала за тобой этой особой, дикой красоты. Грации. Вы хотите послать меня на конкурс «Мисс Вселенная»? Наберись терпения. Я давно искал случая поздравить тебя с вокальными данными, которыми Бог тебя наградил. Спасибо. Кстати, по какому случаю мы тут собрались? Наберись терпения. Вот теперь все в сборе. Можно начинать. Приступим? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok